Добрый вечер! Сегодня мы изучаем недельный раздел Ахарей Мод, книги Ваикра. Это второй уже урок. Мы по-прежнему находимся в первых стихах этого раздела. 16 глава книги Ваикра. Начало этого раздела посвящено Дню Искупления, Йом-Кипур. Вопрос искупления грехов в Йом-Кипур центральный. Тора подробно описывает, каков порядок служения первосвященника в Йом-Кипур. И вот в пятом стихе, начиная с пятого стиха, там есть отрывок, который посвящен Циир-Ла-Зазель, козлу отпущения. Мы уже говорили об этом отрывке и объясняли его достаточно подробно на предыдущем уроке. А сегодня я хочу вернуться снова к этому отрывку для того, чтобы изучить комментарии Рамбана к ним. Так, что же там написано? «От общины сынов Израиля пусть возьмет он двух козлов в жертву за грех и одного барана во всесожжение». Так, два козла и один баран. Баран в севожжении, а козлы вроде как. На первый взгляд сказано, что здесь оба этих козла, они идут как очистительная жертва. Но в дальнейшем выясняется, что все не так просто. Дальше сказано так. «И возьмет он двух козлов, поставит их перед Богом у входа в шате собрание». Входа в храм. «И возложит арон на обоих козлов жребий». Один жребий для Бога, а другой жребий к Азазелю. Что такое Казазель? Кто такой Азазель? После жребьевки к дайце жребий. Один из козлов, он действительно окажется очистительной жертвой Богу, а второй – для Азазеля. И приведет арон козла, на который выпал жребий для Бога, и сделает его очистительной жертвой. А вот козел, на которого выпал жребий к Азазелю, пусть будет выставлен живым перед Богом, чтобы совершить им искупление для отправления его к Азазелю в пустыню. Здесь хотя бы хоть что-нибудь. Азазель каким-то образом связан уже с каким-то конкретным местом. Это, оказывается, пустыня. В качестве пустыни, как говорит устная Тора, имел в виду довольно конкретное место, скалистое, обрывистое место в районе сегодняшнего Малия-Думина. «И зарежет он козла очистительной жертвы, и искупит святилище от скверных сыновей Израиля, и от их преступлений во всех их грехах, и возложит арон руки на голову живого козла, и исповедуется над ним во всех беззакониях сынов Израиля, во всех их преступлениях, во всех их прегрешениях». То есть, ввиду признания в грехах всего народа, Коэн-Гадоль, первосвященник, совершает узлов, жив руки на голову вот этого вот козла. И после этого, и отошлет он с нарочным в пустыню. Этого козла не зарезают в жертву. Вместе с нарочным он отправляется в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония в страну обрывов, и отправит он козла в пустыню. Вроде бы получается картина такая, что все эти грехи нагружаются на голову этого козла, с тех пор этот козел имеет название «козел отпущения», и он на себе уносит все эти грехи подальше в пустыню. А что там ждет его в пустыне? Там говорит Уснай Тора, что нарочный должен был его сбросить с утеса, и на этом кончалась вот эта вот фаза искупления грехов в Йом-Кипу. Сложность, которую представляет этот отрывок, прежде всего непонятно, что такое Азазель, но дело еще не только в этом. На первый взгляд, есть в этом отрывке нечто, что пробуждает дискомфорт. Вроде бы приносится жертва, одна жертва, то есть жеребьевка, одна жертва Богу, одна какому-то Азазелю. И что-то там такое в пустыне. Это пахнет, как будто бы приносится жертва каким-то таким темным силам. Что-то такое, что противостоит с другой стороны. Вот это Всевышнему, а это вот... Как такое может быть? В то ли существуют очень строгие запреты, ограничения, строгие запреты на какое бы то ни было служение, кому бы то ни было, кроме Всевышнего. Даже его ангелам ни в коем случае самым строгим образом запрещается служить, направлять молитвы, обращаться. Как это все понять? Что это все отмечает? Кто же такой Азазель? Раши. Раши объясняет, Азазель – это высокий горный утес. Отвесная, кремнистая скала, как сказано, и понесет на себе козел все их грехи, Эль Эрец Гзира. Эль Эрец Гзира. Гзира – слово Эль Гзир, что означает – резать, обрезать, обрубать. Что это за Эрец Гзира? Как это понять? Имеется в виду обрывистая такая местность, вот там, где есть утесы. Ну и вот там вот его и с утесы и сбросит. Это Раши. Арамбан приводит, цитирует этот комментарий Раши. И дополняет, что в Танаитском источнике в Турат-Куаним тоже есть такое толкование. Там сказано «Азазелью» имеется в виду к отвесному горному утесу. Может быть, имеется в виду в населенном месте, а что будет, если у нас где-нибудь будет какой-нибудь отвесная какая-нибудь стена в населенном пункте. Нет, не может быть, не это имеется здесь в виду, ведь в Туре сказано и отошлет его с нарочным в пустыню. То есть должна быть а, пустыня, вторая, не всякая пустыня, имеется в виду пустыня, каменистая, где есть вот такие вот обрывы и утюсы. Откуда же известно, что имеется в виду в пустыне именно отвесная скала, как сказано, Эрцгзера, такая вот обрезанная, разрезанная земля, то есть обрыв. Значит, с обрыва его надо и сбросить. Так объяснил Раши, так это в сборнике преданий устной Туры, Турат Куаним, но вопрос, который должен быть задан, а как это, ну, может быть, это имеется в виду, если видно так, но как это заложено в названии Азазель, каким образом Азазель стал горным утесом. Узая Трамбан в соответствии с этими объяснениями Азазель является производным от слова Оз. Оз означает сила, крепость, мощь, что-нибудь, что созвучно, что близко к скале, но это только Оз. Здесь Азазель, здесь, говорит Трамбан, мы знаем, есть у нас принцип такой в святом языке, когда есть корень из двух букв, а вторая буква удваивается, как в данном случае буква Зайн удваивается Азаз, то это только придает дополнительную мощь и силе тому, что вложено в первых двух буквах, то есть усиление того корня, который дан здесь. Коли корень сам по себе означает сила, мощь, то здесь это не просто мощь, а это совсем уже что-то такое могучее, мощное. Вот это могучее, мощное, это и есть имеется в виду вот такой могучий утес, и с этого могучего утеса надо было сбросить козла, отпущи. так, роман объяснил комментарий раш. Теперь он обращается к комментарию другого своего великого предшественника, рабе Авраам Ибнезра. А Ибнезра комментирует так, раби Шемуэля объясняет, что хотя только относительно козла, приносимого в грех очистительную жертву, написано, что он для Бога, тем не менее, козел отпущения, он тоже для Бога. То есть, прежде всего, Ибнезра хочет выбить из головы людей, чтобы не подумали ни в коем случае, что есть жребий, который решает в это Богу, а это к черту с рогами. Такого нет. Хотя написано только про одного из них, что на одного из них выпадает жребий для Бога, но имеется в виду, что второй он тоже для Бога. Козел отпущения, он тоже для Бога. Гаврит Рамбан не очень понятно. Ибнезра здесь, кажется, ломится в открытую дверь. Почему ему так важно объяснять, что второй козел он тоже для Бога? Разве второй козел это жертвоприношение? Если бы это было жертвоприношение, то, конечно, нужно было бы доказать и показать, и объяснить, и разъяснить, что жертвоприношение может быть только Всевышнему. Больше никому ни в коем случае не дай Бог. Но ведь этот козел отпущения это же не жертва. Разве с ним делают то, что делают с жертвами? Разве его кто-то режет в жертву? Ничего подобного. Он просто он стоит до некоторого времени, остается в храме, затем ему повязывают красную ленточку, тесемочку, и отсылают его с нарочным в сторону малей, думаем, где сбрасываются утесы. Вот и все, какая-то жертва. Так он пишет. Но в этом объяснении нет никакой необходимости. Это как козел отпущения, это же не жертвоприношение, ведь его же не зарезают. Нет такой жертва, которую не зарезают. А если ну а что же это тогда такое? А если ты сможешь постичь тайну, скрытую за словом Азазель, ты проникнешь в смысл этой заповеди и узнаешь его настоящее имя. Подложает Абонезра, ты хочешь знать, что это? Это не жертва. Это нечто другое. А что это такое нечто другое? А это тайна. Но если это тайна, слушайте, это тайна совсем-совсем тайна, но если совсем тайна, тогда на этом ставится точка и разговор закончен. Тайна. А что это такое, не скажу. тайна, но тут же есть намек на раскрытие этой тайны. А если ты сможешь постичь тайну, скрытую за словом Азазель, то проникнешь в смысл этой заповеди. То есть, прежде всего, то, что нам непонятно, что это за ритуал такой, что это за заповедь такая козла отпущения, что это за заповедь с Иром и Штале, когда этого самого козла, на которого вышел жребий Азазель, на которого не вышел жребий очистительной шеркви, что его отсылают в пустыню, и он несет на себе грехи, что само по себе тоже козел несет на себе грехи. Люди согрешили, кто-то субботу нарушил, кто-то с чужой женой завел роман, кто-то злословил, кто-то съел что-то некошерное. Эти грехи можно с людей собрать с них и унести в каком-нибудь мешке в пустыню. Все это понимают. Говорит Абонеза, если ты хочешь понять эту заповедь, смысл этой заповеди, то я могу тебе сказать намек, что смысл этой заповеди заложен в значении самого этого имени Азазель. Поймешь имя Азазель, поймешь эту заповедь. И узнаешь его настоящее имя. А оказывается, Азазель – это его не настоящее имя. Это только какое-то прикрытие. Ведь в Писании есть похожие заповеди. Более того, ты сможешь, когда ты найдешь, поймешь тайну слова Азазель, поймешь его настоящее имя, тогда поймешь суть заповеди, тогда увидишь, что есть в Торе заповеди похожие на это. Что такого есть такого похожего, что может быть похожего на на козла отпущения. И я приоткрою тебе эту тайну лишь намеком. Ну, если все сводится к тому, чтобы понять значение имени Азазель, говорит, Менезра, приоткрою тебе чуть-чуть эту завесу намеком. И я приоткрою тебе эту тайну лишь намеком. А когда тебе исполнится 33 года, ты ее узнаешь. Как в детстве нам говорили, вырастешь большой, узнаешь. Вырастешь большой, тогда поймешь. Как это понять? Когда исполнится тебе 33 года, ты ее познаешь. А если этот отрывок читает человек, которому немножко больше 33 лет, что тогда? И он все равно не понимает. до сих пор это была цитата из Менезра. Продолжает теперь уже Рамбан. И вот раби Авраам, имеют в виду Менезра, скрыл тайну, а я подобно сплетнику разглашу ее. тоже довольно странно. Если он нашел нужным скрыть тайну, значит, это не то, что следует разглашать. Почему же тогда Рамбану ее разглашать? Даже если он знает, даже если он понял этот намек, и знает, о чем идет речь. Ну, знаешь, молчи, тайна ведь. Рамбан, я позволю себе ее разгласить, потому что ее уже раскрыли наши мудрецы во многих местах. Только нужно, как сказано, деврей, турани, имба, маком, и хадваш, римба, маком, шини. Слова Торы, они бедны в одном месте и богаты в другом. Только нужно найти эти оба места, соединить их вместе, и тогда начинаешь понимать, о чем идет речь. Вот в сборнике Медрошей брешит раба. Толкуют так. И понесет на себе козел, тот самый козел отпущения. Венаса, алав, ха, саир, поухату, адыной, лехину, милиху, ином, шаку, не митруй. Понесет на себе козел, который называется ха, саир. Это Эйсаф, о котором сказано, Яков так сказал матери, но ведь мой брат он волосатый саир. Это этот мидраж мы уже приводили на предыдущем уроке. На первый взгляд милый мидраж игра слов козел называется в авиаторе саир. Понятно, что происхождение этого слова от саир, что означает волос. если сравнить козла с другими животными, и с коровами, с быками, и с овцами, то он производит впечатление косматого, лохматого. Так вот, этот самый козел, он косматый, лохматый, поэтому называется он саир, и это тут же приводит мидраж к параллели с еще одним косматым, лохматым персонажем. Это Эйсав, о котором было сказано, что и родился он, он даже родился волосатым, не так, как рождаются все остальные дети, да и в дальнейшем так Яков его характеризует, когда ревка, когда мать Якова требует от него, чтобы он отправился к отцу, принес ему кушание и получил у отца благословение вместо Исава, Яков объясняет, что этот маскарад ничему не поможет, потому что даже если он будет выдавать себя за Исава, и отец его не увидит, ибо отец, у него слабое зрение, глаза его не видят, но поскольку он его может ощупать, то тут же сразу обман, выяснится, ибо Исав он Саир, он человек волосатый, а он Яков, Иш, Халак, а он гладкий, поэтому не имеет смысла. Итак, Исав назван Саир, козел отпущения назван Саир, стало быть, то, что говорит Тора, что все грехи понесет на себе кто? Оказывается, понесет на себе Исав. На первый взгляд звучит очень здорово. Мы весь год грешим, мы набираем грехов, приходит Йом-Кипур от грехов, надо избавляться, есть у нас замечательное вещь, мы их всех нагрузим на Исава, и он уже их понесет в Малея-Думим, и там, как это понять, мы грешим, а Исав, и причем здесь наш дядя Исав, каким образом он забирает и несет наши грехи. Этого мало, Медраж продолжает дальше. Еще один намек. Какие грехи, написано, что он их грехи понесет, авонотам, их грехи в оригинале сказано авонотам, говорит, Медраж, нужно это слово разделить, расчленить его, и тогда получится авонот там, то есть грехи, кого, человека, которого называют там. Там означает либо простодушный, либо совершенный, либо кроткий, что-нибудь такое. Именно этим словом Тора называет Якова в противовес Исаву. Про Исава сказано, что он иш цаид, иш саде, это человек, человек охоты, он охотник, хитрец, человек, который в поле, а Яков иш там, он человек простодушный, в отличие от хитрюги, охотника Исава, Яков человек простодушный, Йошев Уалим, он сидит в шатрах, домашний человек, не человек поля, как Исав. Так вот, получается, что понесет на себе кто? Саир, имеется в виду, Медраж делает подмену, Саир это буквально козел, а имеется в виду Исав, которого тоже называют Саир волосатый, а чьи грехи он понесет? грехи Якова, который называется Иш Там, авонот грехи Там. Продолжает Рамбан, И вот Раби Авраам, то есть Ибнезра намекнул тебе, что ты постигнешь вот эту тайну, тайну козла отпущения, когда доберешься, там написано когда тебе исполнится 33 года там нет, он нет имел в виду, когда доберешься до строки и чтобы не резали они больше жертв демоном Лесаирин. Что имеется ввиду? Если взять от стиха про жребий, вот эта самая жребьевка, и возложит Аарон на обоих козлов жребий, один жребий для Бога, а другой жребий козазылю. Если от этого стиха читать 33 стиха, то, что сказал Ибнезра, что ты поймешь это когда, тебе исполнится 33 года. Понимаете, Роман нужно отчитать 33 стиха. И тогда мы попадаем на стих о том, где Тора говорит, что вот только чтобы сыны Израиля более не приносили жертв демонам, которые они до сих пор, как они это до сих пор делали. Как называются там эти демоны? Саирин. Тоже волосатые, лохматые, либо козлы. Стало быть, вот именно в этом слове Саир, в нем все и заложено. А этим словом Саир называется Иса. Вот как объясняет Ромбан намек, данный Ибнезрой для того, чтобы разгадать тайну, что такое Азазель. Азазель. Как это понимать? Сказано сказано. Получается, что в Йом-Кипу каким образом мы избавляемся от грехов тем, что их несет на себе Исаф. Стоп. Ведь Исаф, он давным-давно уже умер. Каким образом Исаф берет наши грехи? Понятно, что не имеется в виду конкретный человек Исаф. Речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что называется Саро-Шель-Исаф. То есть ангел-покровитель Исафа. У каждого народа есть свой ангел-покровитель, кроме еврейского народа. У него нет ангелов-покровителей. Его жизнью управляет Всевышний непосредственно. Ангел-покровитель, это некоторое промежуточное звено в проведении, в то, что называется Ашгаха, надзор и осуществление всего того, что есть в мире. Ашгаха осуществляется через ангелов, когда воздействие от Всевышнего исходит, воспринимается сначала ангелом, а от ангела-покровителя уже к конкретному народу. То есть в общем речь идет о духовной силе, для которой уже физическое ее воплощение является внешней оболочкой. Так вообще весь создан мир. Все, что есть в мире, мы знаем, мы знакомимся, мы контактируем с физической оболочкой вещей, предметов и так далее, а за ними стоит внутренний стержень, и внутренний стержень этот духовный. Так же и с народами. Коли есть понятие народ, то есть и духовный вот такой корень у каждого народа. То, что называют мудрецы ангел-покровитель. Что нам известно про ангела-покровителя Исава? Традиция говорит, что ангел-покровитель Исава это сам их нын. Не произносят имена ангелов, они существуют, они написаны, но их не произносят. Поэтому я его произнес, так как принято произносить его по первым буквам. А что собой представляет имя на самом деле? Ну, там есть еще буквы. АЛЕФ и ЛАНЭТ. Вспоминаю Раджирбер Зехрад Садик Лебраха. Он говорил, это аббревиатура, ее можно запомнить при помощи четыре буквы, при помощи четырех имен. Сталин, Маркс, Энгельс, Ленин. Вот это его была аббревиатура, при помощи которой он напоминал имя этого самого ангела, покровителя Исава. Что он собой представляет? Что о нем известно? Ну, во-первых, мы знаем о нем, он упомянут в Торе. Не просто в преданиях и в комментариях, а в самом тексте Тора, когда написано перед тем, как Яаков должен был встретиться со своим братом Исавом, он перевел весь свой стан через ручей и как-то вернулся на прежнюю стоянку для того, чтобы забрать мелкие вещи, то написано «Ваявек и Шимо» и боролся с ним некто до самой зари. И вот этот самый некто понятно в ходе изложения там, что речь идет про ангела и объясняют наши мудрецы, это и есть ангел-покровитель Исава самых мем. В Талмуде о нем, об этом самых мем сказано так. И все это один в трех ипостасях. Он же есть Ейцерара, он же Сатан, то есть небесный обвинитель, он же ангел смерти, то есть исполнитель, тот, кто приводит в исполнение приговор. В чем функция этого ангела? Прежде всего, говорят наши мудрецы, это Ейцерара. То есть это сила, которая соблазняет человека действовать против закона Тур. Ейцерара. То искушение, которое человек испытывает, не нужно его смешивать с естественными физическими инстинктами и влечениями человека. То, что человек, будучи голодным, хочет есть, а будучи усталым, хочет спать, хотя, может быть, он понимает умом, что надо бы еще немножко посидеть и поучиться, но ему хочется есть и спать, то желание есть и спать, это не Ейцерара. Это обычные животные потребности человека, влечения. вот когда человек вдруг чувствует, скажем, когда при нем упоминает какого-то другого человека, человек вдруг чувствует жуткое, жуткое желание сказать о нем гадость какую-нибудь, которую он знает про него. Что же в физическом строении человека нет потребности говорить гадости о других людях. Ну вот не существует такой потребности. У животных нет такой потребности. Не видели мы еще собаку, собака, конечно, может облаять другую собаку, но она облаять ее так, по-собачьей, но не то, что она где-то у нее за спиной начнет другим собакам рассказывать гадости про ту самую собаку. Этого у животного нет, это не животное, это не обычное влечение, вот это то самое стремление сделать гадость, сделать зло, сделать против закона Торы, это и есть воздействие Ейцар-Ара. Ейцар-Ара мы знаем. Человек в тот момент, когда он был создан, можно это уточнить из слов Раши, что он был создан без Ейцар-Ара. Написано про Адама и про его жену Хаву, что были они оба ноги и не стыдились. Почему не стыдились? Потому что они такими были недоразвитыми, такими они были дикими, как папуасы. Нет, вовсе нет. Наоборот, человек был полным совершенством. они не видели ничего постыдного и ничего срамного в своей наготее, потому что, объясняет Раши, несмотря на то, что был человек потрясающим мудрецом, ведь он же дал название всем животным, определив суть каждого из животных, но поскольку еще не было в нем Ейцар-Ара, поэтому они своей наготее не приписывали ничего и не чувствовали ничего зазорного, ничего плохого связанного с этого. Стало быть, Ейцар-Ара появился только после, когда он появился, в результате первого греха, когда человек съел плод запретного дерева. Вот тогда Ейцар-Ара, то есть, самый первый грех был в результате искушения, которое пришло извне. Появляется там такой персонаж, который называется Нахаш, он искушает человека. Вот нам никакой змей не нужен, мы искушение чувствуем изнутри. А это результат того, что вот это внешнее искушение проникло в личность человека, стало частью, свело в гнездо в самой личности человека и стало частью человеческой личности. Вплоть до того, что люди могут себя отождествлять с ним, что мне хочется, я хочу. На самом деле, эта сила внешняя, она не часть самого человека. она пришла к нам извне. А что она собой представляет? Если говорить на уровне, может быть, на самых разных уровнях, описывая и объясняя суть яйцерара. Но на уровне ангелов, это то, что говорит Алмод, у яйцерара, у сатан. Это тот же самый-самый хмем, в самой его первой ипостаси, он искушение. Искушает человека на грех. Ну, если человек его подслушал. Тогда сам хмем меняет свое обличие, тогда он пристает, как сатан. Кто такой сатан? Речь не идет про черта с рогами, который стыдливо прячет хвост в брюки. Сатан упомянут в книге Йова. Это тот самый, кто, когда Всевышний хвалит Йова, вот какой есть праведник на свете, то сатан ему отвечает и говорит, да, естественно, он праведник. Хорошо быть праведником, когда живешь как сыр в масле, а вот если его немножечко чуть-чуть помучать, чуть-чуть придавить, посмотрим, как он тогда запоет. То есть сатан это тот, кто как прокурор, как обвинитель, который обвиняет человека и требует доказательства, что человек действительно не грешник. А коли человек грешник, то тогда требование обвинителя приводит к плачевному результату. То есть нечто подобное прокурору в системе земной власти. Прокуратура. Обвинитель. Он же сам подбил человека на грех, и он же сам теперь его сдал, наябельничал на него, обвинил его. Ну и если человек заслуживает наказания, тогда он же тот же самый сам и хмем является силой наказующей. У, Малах, Амамит. Он ангел смерти. Так или иначе, в любом случае, все, что нам здесь понятно, это то, что этот сам и хмем это внешняя сила. Это не сам человек. Пусть человек по ошибке отождествляет себя с Ейцерара. Он не чувствует, что Ейцер его искушает и подбивает. Он чувствует, что ему хочется это сделать. Но это его ошибка. Это его заблуждение. На самом деле, сила это внешняя. А он кто сам? А он там. Там означает полный, цельный, беспорочный, простодушный. И то, что сказано в этом стихе в Йом-Кипур. Почему в Йом-Кипур может быть искупление грехов? Потому что в Йом-Кипур грехи переходят, мы накладываем эти грехи на Саир, на кто такой Саир Эйсав. Что имеется ввиду? не сам Эйсав, а его ангел-покровитель самых мем. Он тот самый, который Ейцерара, он сатан, умалахамавит, он виноват в наших грехах. Ему мы отдаем все грехи, иди их и понеси в пустыню. Возвращаем все. В этом, собственно говоря, наша надежда на искупление. Ибо если бы грех был чем-то, был частью нас самих, если бы грех стал неотъемлемой частью человеческой личности, то как можно простить, как можно искупить этот грех? Грех тогда искупить можно только гибелью самого человека, самого грешника. Но Йом-Кипур же не на то нацелен. Йом-Кипур нацелен на то, чтобы человек-то остался, а грех бы ушел. А это только через понимание того, что грех вещь внешняя, наносная. Ее принес нам пусть все забирает и уходит. И все это понимание, конечно, очень-очень далеко от того, что упомянуло бы Незра со слов Раби Шмуэль, который видел бы здесь что-то, нечто наподобие жертвоприношения каким-то там, и поэтому нужно было объяснять, что не дай бог жертвоприношения каким-то силам, а это совсем другое. Вместе с тем, вместе с тем. Есть в литературе упоминание, что козел отпущения это шоханд ле сатан, что это как бы взятка сатана этому самому самых как это понять. Взор сказано так. Вот только смотрите, какой почет оказывается Азазыль. Видели ли где-нибудь раба, который делит что-то по жребию со своим господином, сбивает такого, чтобы господин производил своего раба, скажет ему, ну, давай, бросай монетку, сейчас посмотрим, что тебе, что мне. Раб получает объедки с хозяйского стола, а не то, что хозяин с ним кидает монетку. Обычно раб получает то, что ему дает господин. А как же здесь? Но поскольку сам Ихмем готов в этот день оклеветать сынов Израиля, к чему стремится сам Ихмем в этот день? Он обвинитель, он прокурор, ему хочется обвинять. Поэтому ему бросают кусок, чтобы заткнуть ему рот. Это и есть взятка, шохот, высота. Что это значит? Если я хочу, предположим, я хочу заслужить прощение какого-нибудь чиновника, который, предположим, власть имеет на меня компромат. А я хочу попасть к какому-то чиновнику, чтобы он меня простил. Но по дороге к чиновнику злая собака. Невозможно пройти. И если я не пройду к чиновнику, то чиновник при всем своем желании меня не простит. Но как же быть собакой злой у входа? Есть один только способ. Нужно дать кусок мяса собаке. Пока собака будет есть кусок мяса, я проскользну и пройду туда. Вот это то, что здесь есть. Всевышнему направляется очистительная жертва за грех. но сатан мешает ей. Он не даст этим жертвам пройти. Поэтому надо кинуть ему кусок и это тот самый козел отпущения. Это ему и тогда он мешать не будет. То есть даже если кто-то увидит здесь что-то типа похожее на дар этому самому озазью. Конечно это никакой не дар. Это просто заткнуть ему рот. Взятка как она и есть взятка. Не от любви к чиновнику дают ему взятку. Не от любви к собаке дают ей кусок мяса, только чтобы она заткнула, только чтобы она не лаяла, чтобы она не мешала пройти. в принципе объясняют комментирую. Это соответствует вполне соответствует тому, что делает ей царара. Ведь каким образом ей царара искушает нас? Эй царара внушает нам, что если мы только его послушаем, что если мы только нарушим этот запрет, если мы только сделаем этот грех, то мы получим совершенно неземное наслаждение, просто что-то неописуемое. Врет, конечно, потому что наслаждения либо вообще не будет, либо будет достаточно грубое, пошлое. Ну, совсем не то, что он описывал. Совсем не те картины упоительного счастья, которые нарисовал в нашей фантазии. Ну, именно так обходится и с ним. Ему тоже кидают кусок мяса, как шохотлый сатан, как только взятку и не больше того. Закончим только одной фразой. После всех тех этих объяснений, которые мы дали здесь, нужно помнить, что Биосеф Коро в своей книге «Магид Мишарим», в которой он записывал очень пунктуально все те поучения, которые он получал от ангела, который посещал его время от времени и обучал его определенным вещам, что в конечном итоге вот этот козел отпущения, это как было Тайные Торы, как написал об этом Ибнезра, так и остается Тайные Торы. И из книг понять это как следует невозможно, можно только дать себе некоторое ощущение, что вроде чего-то мы здесь начинаем понимать, но в конечном итоге это Тайна, и как все подобные вроде Тайны, она передается только из уст в уста от учителя к верному ученику, но не становится достоянием широкой общественности, широкой читательской массы. Перейдем к еще одному аспекту искупления грехов в Йом-Кипур, написано в 30 стихе, «Ибо в этот день искупят вас, чтобы сделать вас чистыми, от всех ваших грехов перед Богом вы очиститесь». Мишна в этом логическом трактате Йома говорит так, «Грех против Бога Йом-Кипур искупает, но грех против ближнего не искупает, пока виновный не умиротворит, не умилостивит своего ближнего», то есть пока между ними не будет примирения. И так толковал этот стих рабе Лазар Беназар «От всех ваших грехов перед Богом вы очиститесь, грех против Бога Йом-Кипуру искупает, но грех против ближнего не искупает, пока виновный не умилостивит ближнего, не умиротворит своего ближнего». «Сказал рабе Акива», продолжает там «Сказал рабе Акива «Блажен ты, Израиль, перед кем вы очищаетесь, кто очищает вас? Отец ваш небесный, ибо сказано «Окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь». И еще сказано «Господь микве для Израиля, и как микве очищает осквернившихся, так и Бог очищает Израиль». Конечно. По тому, как учил этот стих Рабел Азар Беназар следует читать его так. «От всех ваших грехов перед Богом вы очиститесь». Есть очищение в емкий пул, да, ибо в этот день искупит вас, чтобы сделать вас чистыми». От чего чистыми? От всех ваших грехов перед Богом, но не больше того. А если кто-то согрешил перед человеком, если кто-то украл, обсчитал, обманул, оболгал, сказал про него лошонара, распустил про него сплетню, обидел и так далее, емкий пул ему как мертвому припарке. Не поможет до тех пор, пока не помирится с тем, кого он обидел. То есть все то, что мы учили, что служение первосвященника выйдет с умож и льем, то есть сама суть дня емки пул помогает только нарушением по отношению к Богу. Нарушенная суббота, некошерная пища, нескромное поведение и так далее. Но не грехов в области отношений между людьми. То, что мешает комментаторам в этой мешне, это что, собственно говоря, нового привносит мешна, когда упоминает толкование Рабеля Зарба Назаря. Все уже сказано. Я еще раз читаю мешну. Грехи против Бога емки пуры скипают, но грех против ближнего не искупает, пока виновный не умиротворит своего ближнего. так уже говорит Танакама первый учитель. Продолжает мешна, так толковал этот стих Рабеля Зарба Назаря. От всех ваших грехов перед Богом вы очиститесь. Грех против Бога емки пуры скупает, но грех против ближнего не искупает. Но все уже и так сказано, что он прибавляет в это сказано. И для чего в дальнейшем сказано Рабе Акива? Сказано Рабе Акива Блажен ты, Израиль, перед кем вы очищаетесь, кто очищает вас, Отец ваш небесный. А это что? Может быть Рабель Азарба Назаря сказал так. В принципе закон сказан в начале Мишны. То есть Танакама первый учитель говорит закон. Закон таков, что грехи по отношению к людям Йом-Кипур не искупает, не прощает. А Рабель приводит тому доказательства из самого текста Тора. Из нашего стиха. Хорошо было бы объяснить так, но невозможно. Почему? Потому что для такого построения в Мишне есть стандартная форма. После того, как высказывается закон, нужно было бы сказать Ом-Рабель Азарба Назаря Минаин сказал Рабель Азарба А откуда мы это учили? А из того, что сказано, из всех ваших грехов перед Богом. Но так не сказано. Рабель Азарба Назаря толкует этот стих и снова повторяет этот закон. Грех против Бога Йом-Кипур искупает, а грех против ближнего не искупает. Пока виновный не помирится с обиженным. Но так это уже сказано раньше. И совсем неясно, что говорит Рабель Акин. Для чего здесь? Ясно, что он говорит. Неясно, для чего это здесь. Один из комментаторов Эмья Аков Ариф, то есть не риф Аллахот, а Рабиосиф Пинто. Он пишет здесь то, что принято называть хидуш, то есть совершенно неожиданную вещь. по моему скромному разумению Рабель Азамбер Азария выявил из текста писания, что грехи по отношению к Богу Йом Кипур искупает только в случае, если за человеком не числится преступление к ближним. Во как! Это не то, что есть две группы грехов. Грехи, так, нарушенную субботу Йом Кипур искупает, а лошонара, злословия нет, пока не помириться. Нет. Имеется в виду, что даже за нарушенную субботу, даже за некошерную пищу, даже за нескромное поведение, за все это тоже Йом Кипур не искупает, пока у человека есть грехи по отношению к людям. А до каких пор у него будут грехи по отношению к людям? Пока он не помирится с этим людям, пока они его не простят. Получается, что все прощение Йом Кипура зависит от прощения людей. Пока люди не простят, Всевышний тоже не простит. И не только грехи против людей, но и грехи против Бога. Если же таковые имеют место, продолжает Риф, то Йом Кипур не искупает грехи по отношению к Богу. До тех пор, пока человек не попросит у своего ближнего прощения за обиды, которые он ему причинил. А когда он сумеет помириться, сумеет добиться прощения ближнего, тогда уже и Всевышний благоволит ему и искупает все его грехи, совершенные по отношению к ним. И вот это Рабель Азарба Назария выучил из стиха. А именно, как он считает этот стих? «Ибо в этот день искупят вас, чтобы очистить вас от ваших грехов перед Богом, и после этого снова очиститесь вы». А уже сказано, «Ибо в этот день искупят вас, чтобы очиститься». Значит, есть два очищения. Есть очищение от грехов перед Богом. От чего оно зависит? Оно зависит от второго очищения. Очищение от грехов перед людьми. А оно от чего зависит? Пока не помиришься и пока человек тебя не простит. То есть, первое вот это вот искупление, очищение от грехов, оно только при условии того, что вы сами, Бог вас очистит при условии, что вы, люди, сами очиститесь от грехов перед другими людьми, как заслушивших прощения. Так это толковал Раби Азар Беназария. Теперь подняться на Раби Акива. Раби Акива спорит с Раби Азаром Беназариям именно по поводу этого стиха. Не так нужно понимать этот стих. То, что ты понимаешь, он говорит от всех ваших грехов перед Богом. Вот это вот странное выражение грехи перед Богом. Это не значит, что имеется в виду грехи за провинность грехи по отношению к Богу. То есть, запреты типа нарушения субботы и некошерной пищи. Нет. Имеется здесь совсем другое Раби Акива. Не это. Имеется в виду, чтобы ты понял, что ты, чтобы смел себе вбить в голову, что ты чистишься, очищаешься от грехов перед Богом. Счастлив ты, Израиль. Ты подумай, перед кем ты чистишься. Перед кем ты чистишься. Грязный, вонючий, противный. Ты чистишься прямо перед Богом. Вот насколько его любовь к тебе. Как я так моих учителей довиделиях захороноли враха. Если ребенок опачкался, ему нужно поменять пеленку. Просить сделать это чужих людей неприятно. Человеку противно менять грязные пеленки чужому ребенку. Ну, если это его мама или его папа за милую душу, запросто поменяет пеленку, помоет ему попу и все будет хорошо. Почему? Потому что это его ребенок. Точно так же здесь сказано в святых книжках, что когда человека нужно очистить от грехов, то вонь от его грехов разносится по всем высшим мирам. Настолько это отвратительная вещь, что ни один ангел не в состоянии приблизиться к человеку кто может его вымыть, кто может его очистить от скверных грехов. Только все вы ихми. Подобно тому, как родители, как мама с папой могут поменять пеленку ребенку. Это то, что говорит Рабель Азарба Назария. Извиняюсь, это то, что говорит Рабель Акива. Не то, как понял эти слова Рабель Азарба Назария от всех ваших грехов перед Богом. Нет. От всех ваших грехов вы очищаетесь. Как вы очищаетесь перед Богом. Именно в силу того, что вы настолько любимы Богом, именно в силу того, что вы ему как родные дети, только благодаря этому он может вас очистить от всей вашей грязи, от всей вашей дряни. Это Рабель Акива. Но Рабель Азарба Назария считает, что имеется здесь в виду грехи перед Богом, то есть грехи типа нарушения субботы, некошерной пищи, нарушения праздников и так далее. В отличие от грехов по отношению к людям. Так писал Рифф. Можно сказать, что не все с ним согласны, точнее, почти все с ним не согласны. Не может такого быть, пишут большинство авторов, чтобы искупление грехов по отношению к Богу зависело от искупления грехов по отношению к человеку. Это отдельно. Это отдельно. То, что человек нарушил субботу, и он в этом сокрушается и сожалеет, он достоин прощения. А то, что он нагрубил и обидел какого-то человека или осрамил его, это отдельно. Но не может быть так, что пока обиженный человек не просил его за обиду, что человеку не искупается его нарушение субботы. А как же тогда понять то, что здесь написано? Объясняет это ряд авторов. Один из самых известных, который это писал, это Ахидо. Бехай мюэсэв довида зулай. Пишет он так. В каждой заповеди Бен Адам Лехавро заповеди мы их те заповеди, которые мы называем заповеди между людьми. Бен Адам Лехавро по отношению к людям. Это известные нам запреты. Нельзя говорить из нашего нора, нельзя клеветать на человека, нельзя сплетничать про него, нельзя его срамить, нельзя его обижать, нельзя красть у него, нельзя обманывать его. А почему нельзя? Потому что мы хотим быть вежливыми, воспитанными людьми. Не в этом дело. Потому что Бог велик. Стало быть, в каждом, в каждой заповеди по отношению к людям есть два аспекта. Первый аспект это вред, нанесенный человеку. Будь то ущерб материальный, будь то ущерб моральный, потеря имущества, либо потеря доброго имени, либо обида, либо стыд. Это конкретный ущерб, нанесенный человеку. Но есть второй аспект. Это нарушение воли Бога, нарушение его приказа. Бог сказал не говорить, не злословить, не сплетничать, не обижать, не обманывать, не воровать. Стал быть, человек, который нарушил эту заповедь, он сделал две гадости. Так вот, здесь вот работает это правило. А именно, пока не помирился с обиженным человеком, и пока он тебя не простил, то и второй вот этот аспект в этой заповеди, аспект нарушения воли Бога, он тоже не прощается. То можно было бы сказать, ну, я уже раскаялся, я очень-очень сожалею, что я так сделал. Только что обиженный человек меня еще не простил. Так может мы сделаем так, обиженный человек, кто же меня не простил, его долю, мы сказали, что в заповеди есть два аспекта, его доля, она мне не прощается, ну, по крайней мере, то, что я сожалею о том, что я нарушил волю Бога, это мне можно простить? Нет, нельзя. Пока обиженный не простит, отношение к заповеди субботы и к кошерной пище, и к сформному понедельнию и так далее. Там их искупление за грехи в этих вопросах никак не зависит от отношений между людьми. Так учат этот стих большинство комментаторов не так, как писал Ариф. Дай Бог, чтобы грехов у нас было поменьше, чтобы все эти рассуждения остались у нас как можно более теоретическими, чтобы на практике мы не нуждались в этом искуплении, но если загрешим, чтобы заслужили нас настоящего прощения, искупления, для этого прежде всего нужно, конечно, помириться с обиженными людьми.